Более 19 тысяч украинских детей депортированы в Россию. Еще 20 тысяч мирных граждан находятся в российском плену. Перечень преступлений Российской Федерации против человечества огромный. Об этом сообщил на пресс-конференции уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец. Он также подчеркнул, что украинских военнослужащих россияне подвергают пыткам, а жители временно оккупированных территорий с помощью все более жестоких методов вынуждают получать российские паспорта. Подробнее расскажет наш корреспондент Юлия Грановская. Она с нами на прямой связи. Юлия, добрый вечер. Пожалуйста, мы слушаем. Да, коллеги, действительно, перечень преступлений Российской Федерации в Украине на сегодняшний день бесконечен. И Украине приходится работать с множеством проблем. И, конечно же, первая и главная, основная задача украинской стороны – это вернуть всех украинских воинов домой. Мы знаем о том, что 86% по официальным данным украинской стороны подвергаются наши военные пыткам в Российской Федерации. Поэтому сегодня каждый день на счету, и нам необходимо вернуть каждого украинского военнослужащего. Конечно же, ключевую роль здесь играют международные организации, потому что мы знаем о том, что в Российской Федерации законы не работают. И нам бы очень помог бы, конечно же, Международный комитет Красного Креста. Однако, по мнению Дмитрия Лубенца, он работает недостаточно хорошо и активно. Давайте послушаем. Роль международных организаций, она должна быть в вопросе возвращения военнопленных. Согласно Женевской конвенции, должна непосредственно принимать участие организация Международный комитет Красного Креста. Мандат по военнопленным исключительный в мире Международный комитет Красного Креста. Именно эта организация имеет мандат посещения военнопленных, общения с ними, фиксация условий содержания, обеспечение их прав. Например, право на общение с родственниками. И на мой взгляд, я не зря подчеркнул, что такая организация с уникальным мандатом одна в мире. И на мой взгляд, это есть проблема. Всегда монополия приводит к тому, что падают результаты. Дмитрий Лубинец отметил, что сегодня украинская сторона предлагает международным институциям создать альтернативу Красному Кресту с таким же мандатом, как у него, для того, чтобы помочь украинским военнопленным вернуться домой. К примеру, можно было бы создать такую организацию на базе ООН. Еще одна проблема, с которой на сегодняшний день довольно сложно решить, это возвращение пленных украинских мирных граждан. Ведь, согласно Женевским конвенциям, они не являются военнопленными, и их не можно менять. Поэтому этот трек сегодня крайне важен, и Украина разрабатывает новые механизмы, пытается каким-то образом договариваться с российской стороной, для того, чтобы в каждом индивидуальном порядке возвращать мирных украинских граждан из российского плена. Отмечу, что часто российские военные захватывают в плен мирных украинских граждан, порой даже пожилого возраста, называя их компотентами, только по той причине, что эти пенсионеры когда-то были сотрудниками правоохранительных органов или военными медиками. Сегодня, по официальным данным, только людей пожилого возраста в плену находится около двух тысяч. Еще один важный трек – это незаконная депортация украинских детей в Российскую Федерацию. Сегодня известно о том, что Российская Федерация незаконно депортировала порядка 19 тысяч украинских детей. Давайте послушаем Дмитрия Лубинца. Первое. Мы фиксуем... Первое. Мы фиксируем факты принудительной депортации Российской Федерации украинских детей. На данный момент, по предварительному анализу, можем сказать, что в разделе «депортированные» значится более 19 тысяч детей. Это означает, что Россия своими действиями принудительно забрала украинских детей, вывезла их на свою территорию. Следующий шаг, который делает Россия – забирает украинские документы, прежде всего свидетельства о рождении, и выдает российские, для того, чтобы фактически изменить информацию. Не только выдают российские документы, но и незаконно усыновляют украинских детей. Сегодня украинской стороне удалось вернуть домой 364 ребенка. Однако работа продолжается и дальше. Еще один важный вопрос – это паспортизация украинских граждан на временно оккупированных территориях Российской Федерации. Нам известно о том, что сегодня создают всяческие условия для того, чтобы украинцы, которые вынуждены были остаться на оккупированных территориях, получали российские паспорта. Это не только под дулом пистолета, но также людям создают всяческие условия для того, чтобы они просто не могли жить без российского паспорта. Речь идет о том, что у людей отбирают жилье, если они не получают российский паспорт, не дают им работу, не оказывают медицинские услуги. Более того, сегодня Дмитрий Лубнец отметил, что Российская Федерация создает целые комиссии, которые ходят по домам на временно оккупированных территориях и проверяют, брали ли украинцы российский паспорт. Поэтому он считает, что для того, чтобы выжить, украинцы должны брать российский паспорт. Давайте послушаем. Я свою позицию... Я свою позицию высказываю с 2014 года. Совет номер один. Выезжайте с временно оккупированной территории. Мы понимаем, что Россия – это страна-террорист. Она не знает, что такое право. Международное гуманитарное право, национальное право. Там права не существует. То, что с вами может сделать Россия на временно оккупированных территориях, не подпадает под международное юридическое право, если у вас нет возможности выехать. Мы, как государство, должны это понимать. Первый вопрос – это вопрос выживания. Для этого в юридическом смысле вы можете сделать все, что от вас требуется. Также мы четко понимаем, что паспортизация проводится под дулом автоматов. При этом Дмитрий Лубинец отметил, что в конечном итоге, после деоккупации украинских территорий, конечно же, будет проводиться проверка. И будут проверять по собственной воле или же не по собственной воле. Украинские граждане брали российский паспорт, кто был причастен к коллаборационизму или же помогал российским военным. Однако, если украинцы будут брать российский паспорт, это еще не значит, что они спасут свою жизнь. Ведь следующий шаг – это принудительная мобилизация украинцев. И речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах. Поэтому Дмитрий Лубинец настоятельно советует украинским гражданам любым способом покидать временно оккупированные территории и выезжать на украинскую территорию или же в другие третьи страны. И, конечно же, сегодня главная задача не только украинской стороны, но и всего международного сообщества – это ускорить процесс деоккупации украинской территории. Продолжение следует...